Крик при нанесении удара Слезы действительно были. Сложно сдержать эмоции, когда проигрываешь в важном бою с разрывом всего пару ударов. Но это обыденная ситуация, тем более, когда речь идет о региональном уровне. А мячи новосибирца не давали спуску нашим спортсменкам. Они просто начинали быстрее идти на обоюдные. Я пугалась и назад шла. А как с обороной получалось? Ну, в принципе, да. Делала там перехваты, нащиты. А вот алтайские парни у гостей чего-то необычного не увидели. Да я не знаю, я не заметил в них чего-то такого особенного. Просто конкретно способны? Ну да. Возможно, Степан недооценил соперников. И это не позволило взять главный приз. В финале он проиграл Глебу Южакову из Новосибирска. Сам Глеб, кстати, хорошо отозвался о наших спортсменах. Ну и как тебе, наши парни? Неплохо. В личном зачете у алтайских спортсменок призов нет. Лучший результат за Ксенией Зайцевой. Пятое место. Следующая цель для наших фехтовальщиков – чемпионат России во Владикавказе в середине апреля. К сожалению, из-за травм Павла Кирилла теперь у нас лидер команды. Мальчикам, мужчинам нашим будет тяжело. Ну а девушки под представительством, под руководством самой опытной и титулованной Смирнова Анны, я думаю, покажут хорошие результаты. На чемпионат России поедут две команды, в каждой по четыре спортсмена. В том числе призеры первенства страны – Дмитрий Постоев, Данил Бубенчиков и Арина Захаренко. Они, по словам тренеров, в хорошей форме. Им вполне по силам попасть в тройку лидеров. Хотя конкуренция весьма серьезная. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова